вопрос о том что бывает когда вроде был внешне детали одинаковые их пытаются интегрировать одну другую так вот и в этом случае взяли одно не предназначенное для другого ну и соответственно попытались интегрировать и как сказал клиент сгорело во время зарядки но это и неудивительно потому что зарядное устройство для летионки выдает 29 вольт вот так в общем взяли в ремонт вот такой вот джойстик а на нем тут переходник и смущает то что вот compact 35 переходник тут под моторы но это ладно подкидываем его к источнику питания включаем он не включается окей подкидываемся попробуем почитать так он даже не читается в общем и догадку догадки будут самые простые кто-то решил сэкономить на алике заказал модель в б а ой в б 5000 324 вольта 45 ампер ну соответственно это у нас джойстик прошитый на свинец и на 24 вольта а подключали к литий он ки используя вот такую вот херню весело конечно и теперь он типа не включается но это понятно пищалку заизолировали джойстик вскрывался ну что ж разберем посмотрим что там может быть итак будем вскрывать интересное если там что-то живое и какое-то время должен был поработать убить батарею в принципе потому что здесь скорее всего было выставлено ну судя по маркировке свинцовая тяговый аккумулятор свинцово-кислотный а не литий-ионный сейчас посмотрим что тут живого осталось чтобы далеко не бегать а а и а и а и да ему все привет уже почему могло сгореть потому что литий-ионная батарейка выдает 29 вольт так 1 2 3 4 но менять надо все 8 и использовать потом ее по-другому немного ну и соответственно ждать мосфеты долго это не сильно дорого для того чтобы отремонтировать но смысла нет потому что этот джойстик нельзя использовать с данной коляской поэтому было предложено купить оригинальный у нас вот ну а этот можно конечно попытаться восстановить но хотя смысл если он не подходит на ту коляску которые его брали нужно было просто подробно читать описание перед заказом из китая